Сегодня Россия оказалась в кольце жестких экономических санкций. Трудно людям, не просто приходится предприятиям. Многие считают, что такого сильного давления Запада наша страна никогда еще не испытывала. Но так ли это на самом деле? Были ли в нашей истории времена еще более сложные? Конечно, были. Я напомню, что после Октябрьского переворота 1917 года молодая Советская Республика оказалась в полной экономической блокаде, но смогла выстоять. Вот это было одно отдельно взятое в мире во всем государство, у которого на первых порах не было ни единого, я подчеркиваю, ни единого союзника. И, к сожалению, Россия очень часто подвергалась таким санкциям. Больше ста лет с конца 1917 года прошлого века и по сей день мы практически постоянно живем в условиях экономического давления. Какие же методы применяли наши противники? Как мы им противостояли? Менялись ли они со временем? И почему часто имели обратный эффект? А иногда даже способствовали укреплению экономики нашей страны. Итак, обо всем по порядку. Смотрите прямо сейчас. Правда ли, что даже во время Великой Отечественной войны американцы не прекращали вести против нас, своих союзников, войну экономическую? Как такового перемирия не было. Просто что-то на каком-то этапе стало потише. Просто потише. Вот и все. Как голод 30-х годов связан с золотой блокадой СССР? Нам приходилось, в общем-то, делать ставку на человеческий ресурс. И, конечно же, это привело к очень серьезным человеческим потерям. Почему падение цены на советскую нефть в 80-е годы стало миной замедленного действия для нашей экономики? Декабрь 17-го года. Страны-антанты вводят золотую блокаду против молодого советского государства. И отказываются продавать советам даже товары первой необходимости. Даже за золото. Официальная причина – непризнание власти большевиков. Всем банкам, всем зарубежным организациям запрещено принимать от них в уплату золото или какие-либо иные ценности. Единственный способ купить хлеб, единственный способ купить станки, поезда, трактора и так далее – это было расплачиваться золотом. Но почти во всех странах Европы золото, которым могла предоставить советская власть, находилось под конфискацией. И тогда нарком внешней торговли Леонид Красин предлагает неожиданное решение – договориться о переправке золота в Европу с одной из приграничных стран. Выбор пал на прибалтийские государства. Правительство Латвии и Эстонии согласились не препятствовать вывозу любых ценностей, включая золото и драгоценные камни, через свои банки в обмен на взаимное признание, денежную компенсацию и передачу им приграничных территорий, которые они считали своими. И когда начались переговоры сначала с Эстонией, эстонцы сказали, что, дорогие друзья, во-первых, это вам нужно больше, чем нам. Мы же часть Российской империи, значит, часть золотого запаса наша. Поэтому, помимо границы, которая устанавливалась в основном по демаркационной линии войск, то есть эстонские войска, где находились, то и получили. От нынешней границы отличается, как известно. Эстонцы получили тонн 11, Латвия поменьше, Литва тоже поменьше, но тоже так, тонны по 3, по-моему, они получили. После того, как договорились с эстонцами, золото по так называемому Таллиннскому коридору доставлялось в Швецию. Там оно переплавлялось и заново клеймилось Королевским банком Швеции, а затем расходилось по мировым банкам уже не как советское золото, а как собственность граждан других стран, которые потом оплачивали со своих закрытых счетов товары для СССР. Доступ к этим счетам имели только конкретные проверенные товарищи, которых назначил лично Ленин. Шла обезличка, отмывание шло золото. Отвечал за это Литвинов, Максим Литвинов. Особо уполномоченным политбюро и совнаркома по золотовалютным операциям за границей 16 июня 20-го года был назначен Максим Максимович Литвинов. Деньги, вырученные от продажи золота, клались на особые счета. Их было как минимум 14. Все люди, которые имели доступ к партийным счетам за границей, пережили все репрессии. Доверенных лиц было 14, а тайных счетов, конечно, больше. Тогда советское государство применило совершенно новую схему преодоления экономической блокады и выстояло наперекор всем прогнозам аналитиков. Отмытое золото спасло нашу страну от полной золотой блокады. Но за каждый купленный товар, за каждую сделку пришлось платить втридорога. И блокада стала прорываться вот так вот точечно. Причем Советский Союз взял на вооружение знаменитую фразу Карла Маркса о том, что капиталист за сверхприбыль продаст даже ту веревку, на которой его повесят. Прорвать экономическую блокаду помогло еще одно событие, которое глубоко шокировало европейские державы. 16 апреля 22-го года в городе Рапалла под Геной, Советская Россия и Веймарская Республика неожиданно для всех заключили договор об установлении дипломатических отношений и налаживании долгосрочного сотрудничества. Это была взаимовыгодная сделка. На Германию, как и зачинщика Первой мировой войны, тоже были наложены жесткие санкции. Было запрещено той же самой Германии иметь на своей территории серьезные средства производства, технологические цепочки, военную промышленность и так далее. Но мы здесь с молодой Веймарской Республикой договорились, подписали несколько торговых договоров. На территории Советского Союза, обоюдно, Веймарская Республика, и мы создавали новые средства производства, технологические линии. На советских заводах и фабриках появились немецкие специалисты, которые не только помогали строить новые предприятия, но и готовили из местных инженеров и конструкторов. Именно с их помощью нам удалось создать базу для будущей индустриализации страны. Благодаря РАПАЛу Германия вышла из этих соглашений, открыв, так сказать, окно возможностей. И тогда страны Европы, кто помельче, кто похуже, на перегонки стали заключать договоры с Советским Союзом. Рынок гигантский, заказы гигантские, платят, так сказать, золотом. В это время начинается НЭП, новая экономическая политика. Свободный рынок и капитализм под контролем государства, как определил ее Ленин. Для СССР наступает полоса признаний, дипломатических и экономических. Активно заключаются договоры с иностранными компаниями и инвесторами. Вроде бы наметился прорыв экономической блокады. Но, как вскоре выяснилось, эти соглашения стали частью хорошо продуманной западом диверсии, так называемого плана Марбург. Его целью был подрыв советской экономики через концессии. Концессионеры заключали долгосрочные договоры на управление объектами советской государственной собственности. В основном это были крупные заводы, нефтяные промыслы или добыча золота. И почти вся прибыль, согласно этим договорам, уходила только концессионерам, то есть за границу. И поэтому страна не могла форсированно начать индустриализацию, потому что они не создавали резервного капитала, инвестиционного капитала, который можно было вкладывать в дальнейшее развитие экономики. Одним из главных проводников этой концессионной политики был Лев Троцкий, который не только активно участвовал в подписании концессионных договоров, но и лоббировал интересы отдельных иностранных компаний. Благодаря его усилию около 350 концессий методично обирали нашу страну в течение 10 лет. Особенно в этом преуспела некая группа Лена Голдфилдс. Она была связана с ленскими приисками, золотодобычей. Благодаря Троцкому американцы очень серьезно сели в эту тему. Они практически на несколько лет захватили всю золотодобычу молодого Советского Союза. Кстати говоря, именно из активов, заработанных Леной Голдфилдс, через некоторое время появится такая прекрасно известная всем компания, как Shell. Из-за разницы внешних и внутренних цен, прибыли концессионеров доходили до 600%. И все это переводилось за границу. Сталин неоднократно выступал на заседаниях Политбюро с критикой такого откровенно грабительского концессионного сотрудничества. Но только 27 декабря 30-го года наконец-то вышло постановление Совнаркома, которое аннулировало все концессионные договоры. Из полученного опыта напрашивался очевидный вывод. Все ключевые отрасли страна должна контролировать. Апельсины и бананы можно завозить из теплых стран. Без них в крайнем случае можно и обойтись. А вот без картошки и хлеба народ прожить не сможет. Поэтому картофель, хлеб, мясо мы должны производить сами. А еще иметь свои технологии, свой транспорт, свои станки. В общем, свою передовую промышленность. То есть все, что мы сегодня называем импортозамещением. Понятно, что следующим шагом большевиков стала интенсивная индустриализация страны. В этот момент уже было известно, что в ближайшие годы разразится серьезный экономический кризис на Западе. Советское руководство Сталин уже знали, что будет знаменитая, так сказать, Великая депрессия. Конечно, они не представляли масштаба, но тем не менее. Дело в том, что у Сталина был большой специалист. Советский академик Евгений Варга, директор Института мирового хозяйства и мировой политики, спрогнозировал наступление депрессии задолго до ее начала и даже назвал точную дату – 1928 год. Поэтому не случайно на этот год был запланирован запуск первой пятилетки. Именно в этот период надо было начинать индустриализацию, потому что Запад в своем промышленном производстве падал бы, а Советский Союз в ускоренном темпе наращивал. Чтобы перечеркнуть все эти грандиозные планы СССР, Запад выдвинул новые жесткие санкции, которые обернулись страшной трагедией для миллионов советских людей. Советское золото снова оказалось под запретом. Все товары, в том числе и те, без которых индустриализацию было невозможно даже начать, станки, машины, металл, промышленные технологии, Европа и Америка готовы были продавать только за зерно. А у нас в этот момент товарное зерно можно было приобрести только у частника. А частник фигу показывал государству. Даже был такой случай, когда Сталин поехал по Сибири прояснять, так сказать, вопрос с коллективизацией, вообще, так сказать, с производством зерна, то в одном из мест ему крестьянин один просто-напросто в наглую сказал, а ты спляши нам усатый русского, может, я тебе и хлебушка-то и дам. Вот как относился частый. В письме 21 августа 29 года Сталин пишет, хлебозаготовки в нынешнем году основное в нашей практике. Если на этом сорвемся, все будет смято. В другом письме он добавляет, если с хлебом выиграем, выиграем во всем. И в области внутренней, и в области внешней политики. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут. Для Сталина главной целью была валюта для индустриализации. И он ее получил, только цена оказалась слишком высокой. Миллионы крестьянских жизней. Западники прекрасно знали это обстоятельство и понимали, что любой нажим на отчастников в таких условиях, когда промышленность ничего не может, а отчастник, приберегая свое зерно, в надежде на всякие большие выгоды, это кончится большим социальным взрывом. 5 января 1930 года проект постановления ЦК ВКПБ о сроках коллективизации, отредактированный Сталином, был утвержден. Руководители основных зерновых районов должны были уложиться в один, в крайнем случае, в два года. Это постановление стало толчком к началу репрессий против зажиточного сельского населения. Крепких, работящих крестьян теперь называли кулаками. Хлеб у них изымали силой, а семьи вместе с кормильцами отправляли в ссылку. Количество выступлений в 30-е годы и в 20-е годы ежегодно в десятки раз превышало количество крестьянских волнений при царизме. То есть постоянно шли крестьянские восстания, крестьянские волнения по всей территории страны. Напрямую из Москвы по линии УГПУ шли директивы насчет того, как надлежит поступать с восставшими и кулаками. Около 2,5 миллионов крестьян были насильственно вывезены в отдаленные районы страны. Примерно 390 тысяч из них при этом погибли еще в пути. Желание выцегонить у Советского Союза зерно в обмен на технологии привело к тому, что в Советском Союзе начался, в общем-то, достаточно серьезный голод. Жертвы этого голода по разным подсчетам, от 4 до 6 миллионов человек. И если целью золотой блокады было создание и провоцирование голода в Советском Союзе и агрокризиса, то, в общем-то, этой цели, безусловно, добились, к сожалению. Но жертвы, принесенные во имя индустриализации, позволили Советскому Союзу совершить грандиозный рывок в экономике. Это великая вещь, которая не просто позволила в две пятилетки создать более двух тысяч крупнейших в мире предприятий на территории Советского Союза, но и в будущем потом позволит выиграть нам в Великой Отечественной войне. В 1933 году в Германии приходят власти к Гитлеру. И уже вскоре это отрезвляет наших экономических противников – англичан, французов и, в первую очередь, американцев. Они смягчают санкционную политику по отношению к Советскому Союзу. Но смягчают ровно настолько, чтобы мы смогли, если что, дать отпор фашистской Германии. И при этом не были в состоянии кардинально укрепить нашу экономику. Что касается так называемого перемирия в годы Великой Отечественной войны, когда там США пошли на Ленд-Лиз, это вовсе ничего не означает. Цели у них были те же самые. Выжить из Советского Союза максимум прибыли. Ведь они же не просто так давали технику, продукцию и прочее. Все за деньги, за золото. Но надо быть справедливым. Без военных поставок по программе Ленд-Лиза наша страна могла бы не справиться с агрессором. Особенно в первые месяцы войны, когда большую часть заводов экстренно перевозили из-за Урал. Советский Союз получил очень много того, без чего бы он не обошелся, как мне кажется. Мы бы, наверное, на каком-то этапе с трудом справились с немцами, если бы не вот это вооружение, поступавшее от союзников. Надо было армию кормить. А чем? И вот тогда пошла в ход знаменитая тушенка. Считалось, что вот ее получить, эту банку, это было вообще счастьем. Помощь эта была на самом деле действительно существенной. Назову только некоторые цифры. США и Великобритания поставили нашей стране больше 18 тысяч самолетов и столько же единиц бронетехники, свыше 400 тысяч автомашин, тысячи локомотивов и мотоциклов, миллионы тонн авиационного топлива, снаряды, патроны, запчасти для военной техники. А еще продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, промышленное оборудование. Во время войны наши отношения с западными странами из США были на самом деле вполне союзническими и дружескими. И это во многом благодаря позиции президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта. Он был одним из тех, кто ратовал за восстановление дипломатических отношений. И он был тем человеком, который пошел на поставки пол-энглизу. Со Сталиным у Рузвельта сложились хорошие именно деловые отношения. Это вообще великое благое дело, когда два руководителя разных построек государств находят общий язык. Вот тут общий язык был найден. Надо добить врага, а там посмотрим. Но 12 апреля 45-го года Франклин Рузвельт неожиданно умирает от кровоизлияния в мозг. Новый американский президент Гарри Трумэн резко меняет финансово-экономическую политику по отношению к СССР. Недавние союзники снова становятся противниками. Ну а в дальнейшем противостояние между Советским Союзом и США не на жизнь, а на смерть с планами ядерных бомбардировок городов Советского Союза со всеми этими черными делами они как раз обострили и экономическое противостояние. И сразу же, ну почти сразу, в 1948-1949 году вновь явился целый букет ограничений, эмбарго со стороны западных государств против Советского Союза. Странам социалистического лагеря и в первую очередь Советскому Союзу была объявлена холодная война. Каждое заключение торговой сделки шло с боем. Поставки замедлялись. Споры об оплате Ленд-Лиза шли десятилетиями. И цифры раз от раза увеличивались. А в 1949 году был еще образован КОКОМ Координационный комитет по экспортному контролю. Он контролировал весь экспорт товаров в СССР и соц. страны. И все, что хоть как-то попадало под определение стратегический товар, не подлежало продаже в страны Восточного Блока. И вот все сведения, все, что было вообще со всего мира, сведения о товарах, о посредниках, о нарушениях, о том, что русские лезут и пытаются что-то достать, все стекалось туда. И отделения вот этого КОКОМа, они были практически во всех крупных странах. В конце 40-х годов арсенал американских санкций против СССР пополнил еще и план Маршалла. Формально это была программа оказания финансовой и технической помощи странам Европы, которые пострадали во время Второй мировой войны. Только при этом американцы потребовали от стран-участниц этого проекта немедленного выведения коммунистов из состава правительств. Цель – подчинить их политически и подмять под себя финансовые потоки европейских стран. Все крупные денежные операции должны были проходить исключительно через банки США, а расчеты вестись в долларах. Финансовая часть этого плана Маршалла связана с противостоянием экономическим механизмам ООН. В начале 50-х годов проект, который мы сейчас называем ООН, являлся не только дипломатическим проектом, но и экономическим. Внутри этого проекта был зашит экономический механизм взаимопомощи очень многим-многим странам. И создание такой международной, как мы сейчас сказали, в хорошем смысле, кубышки. На начальном этапе Советскому Союзу тоже предлагали принять участие в плане, который выдвинул в 1947 году американский госсекретарь Джордж Маршалл. И в Москве какое-то время размышляли, не принять ли нашей стране участие в таком гуманитарном, как тогда оказалось, проекте по поддержке стран, пострадавших от войны. В 1947 году в Париже, во время подписания мирных договоров, наши представители должны были дать окончательный ответ. Молотов очень сдержанно относился в его речах к плану Маршалла. Он говорил о том, что, ну да, план хороший, план нужный, но что-то, какие-то события произошли в 1947 году, которые резко изменили отношение Советского Союза к плану Маршалла. Есть одна из точек зрения, что из Нью-Йорка приходит сообщение от одного из наших высокопоставленных агентов, что в основе плана Маршалла лежат не только экономические, но и политические, геополитические шаги по давлению на Советский Союз. В первую очередь из опасений утратить экономическую независимость, Советский Союз отказался от участия в плане Маршалла. Именно с этого момента отношения между Советским Союзом и США окончательно обостряются. И в арсенале экономической войны Америки против СССР появляется еще один инструмент – кредитные блокады. Не допускали Советский Союз к получению кредитных средств. Соответственно, невозможно было рассчитывать и планировать создание каких-то новых производств и прочее. А если что-то и давали, то только в том случае, если Советский Союз брал производство вещей, которые на Западе уже никому не нужны были. Помните знаменитую историю с плащами Болонья? Вся страна оделась в эти плащи. Чтобы противостоять жесткому экономическому натиску, 5 января 1949 года страны социалистического лагеря создали СЭФ – свой Совет экономической взаимопомощи. В чем было достоинство? В том, что все-таки и в Восточной Европе, и в некоторых странах Азии у нас появились союзники, которые помогали нам экономическим, скажем, санкциям противостоять и выдержать. В конце концов, мы наши товары продавали страны СЭФ, то есть, ну, СЭФ свое дело сделал. Идея Совета экономической взаимопомощи была не только в международном разделении труда, но и в вытеснении доллара для начала из своего экономического пространства. В СЭВе все расчеты велись не в долларах, а в так называемом переводном рубле. Причем, в отличие, например, от доллара, который был признан мировой резервной валютой, вот этот вот переводной рубль не печатала какая-то отдельная страна. Это рубль, который суммарно зависел от всех экономик странно-экономической взаимопомощи. То есть, тем самым, он был более справедливым и более удобным для, так сказать, обращения. Пока этот переводной рубль существовал только внутри СЭВа, Запад еще это терпел. Но когда к нему начали присоединяться другие страны из других государств движения неприсоединения, которые стали вести торговлю тоже, используя переводную рубль, это создало серьезную угрозу для гегемонии доллара. И в ответ усилилось давление на весь блок социалистических стран. Первый момент – это надо было рассорить между собой социалистические страны. То есть, кому-то делались определенные преференции, кому-то, наоборот, усугублялась ситуация, вынуждая их пойти на какие-то заключения сепаратистские, минуя Советский Союз. Но в этом и смысл был единой экономической системы в том, что Советский Союз мог, благодаря своим отношениям с этими странами, вовремя оккупировать действия Запада. Если в том или ином государстве начинался экономический спад, СЭФ тут же приходил на помощь. И страна получала выгодный контракт. Поэтому социалистические страны не торопились идти на уступки западному давлению. Когда нужно было поддержать Венгрию, хотя в Советском Союзе было аж пять своих заводов по производству автобусов, но на знаменитом заводе Икарус был размещен заказ на производство Икаруса, что дало гигантский старт самому Икарусу. Ну, просто вдумайтесь, в момент своего рассвета Венгрия поставляла свои автобусы в более ста стран мира, и ежегодный выпуск у него был почти миллион экземпляров. Естественно, что в ответ на действия СЭФ США и западные страны еще больше поднимали градус экономического противостояния. В хрущевский период холодная война велась по принципу истощения экономических ресурсов Советского Союза. СССР постоянно навязывали гонку вооружений, а советский руководитель Никита Хрущев в желании догнать и перегнать Америку часто увлекался и далеко не всегда принимал правильные решения. Советники ему с запада, так сказать, очень много подсказывали. При Хрущеве была порушена вся стратегическая авиация. На кой черт там стратегические бомбардировщики, если у нас так ракеты, порушили самолеты гигантские. То же самое произошло с нашим флотом. Наиболее крупные корабли были порезаны. Политика Хрущева в экономике была крайне противоречивой. Но, несмотря на все минусы своего правления, ему удалось многого добиться. При нем были освоены целинные земли, которые позволили накормить народ. Достигла своего пика развития космонавтики, появилась химическая промышленность, панельное домостроение и массовая гражданская авиация. Именно при Хрущеве были созданы вот эта вот сфера массово-народного потребления. Это было очень важно, когда люди получили возможность жить в отдельных квартирах, когда люди получили возможность покупать серийные товары без учета дефицита, когда появился, да, недоступный для многих, но важный гражданский автопром. И, возможно, да, это было ответом на жесткую санкционную политику, то есть хоть как-то насытить внутренний рынок в режиме плановой экономики. Хоть как-то. Это получилось. Именно при нем Советский Союз-Окреп превратился в мощную экономически доминирующую в мире страну и не только уверенно держал удар, но даже выиграл многие экономические сражения с Западом. Вспомним, например, знаменитую историю с эмбарго на трубы для нефтепровода «Дружба». В конце 50-х годов Советский Союз вышел на второе место в мире по добыче нефти после США. Но отправлять сырье в европейские страны приходилось по железной дороге, в цистернах. Это было дорого и долго. Как воздух нужен был нефтепровод. И его начали строить. До этого мир еще не видел такого масштабного проекта. Назвали его символично «Дружба». Потому что в строительстве участвовало сразу пять стран Совета экономической взаимопомощи. Советский Союз, ГДР Венгрия, Чехословакия и Польша. В рекордно короткие сроки планировалось проложить тысячи километров труб для доставки нефти в страны Восточной Европы. И никто не ожидал, что главной проблемой для руководства стройки станут не сложные географические условия, а диаметр этих труб. Дело в том, что по технологии нужны были трубы огромного диаметра, больше метра. А такие производились только в ФРГ, где их и пришлось заказывать. Само заключение договора с немецкими промышленными гигантами, которые договорились поставлять в Советский Союз трубы, не сопровождалось какими-либо сложными проблемами. Скорее, основную сложность переговорного процесса накануне внесли дипломаты. Соединенные Штаты не собирались уступать европейский рынок Советскому Союзу. Американцы понимали, что если пустить дешевую советскую нефть в Европу по трубе, то потом этот поток уже не остановить. А когда в октябре 62-го года грянул Карибский кризис и мир оказался на пороге Третьей мировой войны, канцлер Германии Конрад Аденаур под нажимом Вашингтона запретил своим промышленникам сотрудничать с Советским Союзом. Всегда существовали какие-то блокирующие преграды для свободной торговли между Востоком и Западом. И в частности такая организация, как КОКОМ, занималась именно блокировкой вот всеми этими эмбарго, чтобы в Советский Союз не попадала какая-то техника, не дай бог. Но Челябинский трубопрокатный завод ценой неимоверных усилий за короткий срок смог наладить производство труб большого диаметра. И американский план не сработал. Тот из рабочих написал на трубе надпись, вначале она была не очень литературная, но смысл был такой, хана тебе, Аденауэр. Все очень по этому поводу веселились, одобрили эту надпись, но там присутствовал корреспондент газеты Челябинский рабочий, который понимал, что такую надпись нельзя дать в публикацию. И тогда он попросил сделать красивую большую надпись уже другую. Он предложил такую, труба тебе, Аденауэр. 15 октября 64 года крупнейший в мире нефтепровод дружба открылся. И эта дата совпала с отставкой Хрущева и началом Брежневской эпохи. Благодаря нефтепроводу были заметно расширены взаимовыгодные экономические связи. В Советский Союз из Восточной Европы потекли обратной поставки продукции легкой промышленности и товаров народного потребления. Тот самый дефицитный ширпотреб. Первая брежневская пятилетка оказалась на редкость удачной и плодотворной. Практически все наши нефтяные и газовые месторождения, которые сейчас используются, освоены во времена Брежнева. При Брежневе заработали гигантские трубопроводы в Западную Европу. При Брежневе Советский Союз активно вышел на мировые рынки. И с этим Запад вынужден был считаться. Поэтому, начиная с 70-х годов, экономические войны уже не ведутся в том масштабе, в каком мы привыкли их видеть в 20-е, 30-е, 50-е годы. Они уже точечные. Но точечные войны тоже оказались весьма ощутимыми. В 74-м году Сенат США принял поправку к закону о торговле Джексона Венника, которая значительно ограничивала западную торговлю со странами, которые, как считали американцы, препятствуют эмиграции и нарушают права человека. С 85-го года выезд был разрешен, но поправка процветала, никто об этом даже не думал. И все наши попытки эту поправку наконец-то стереть они упирались в упрямство жуткое. И эта поправка действовала, по-моему, до 12-го года. Отменила ее уже Обама. Достаточно серьезные экономические такие вот подлые шаги и дерзии начали предприниматься централизованно с конца 70-х в первой половине 80-х годов. И в первую очередь это было связано с человеком, которого звали Уильям Кейси. Уильям Кейси в начале 80-х стал 13-м директором ЦРУ. Свою карьеру он начал с организации экономических диверсий против фашистской Германии. А в 70-е годы разрабатывал уже масштабную программу экономической войны против СССР, который окреп благодаря мощному потоку нефтедолларов. И вот этот Уильям Кейси он можно сказать так менеджировал этот процесс. Первым ударом было решение особенно после начала афганской кампании, лишение Советского Союза кредитов, технологий, всего, что с этим связано абсолютно точно со стороны Запада. Дальше попытка ввести зерновой эмбарго. Но здесь Кейси просчитался. Дело в том, что страны, которые торговали с нами зерном, не поддержали эмбарго. В результате американцы нанесли удар по самим себе. Пострадали в первую очередь американские фермеры, которые потеряли из-за этого очень большие деньги. Зато другие диверсии под руководством Кейси были достаточно успешны. К примеру, программа по технологической дезинформации Советского Союза. В странах Латинской Америки, Африки и некоторых государствах Восточной Европы была создана целая сеть подставных фирм, которые согласились торговать западными товарами и технологиями Советским Союзом. И что важно, в обход западных санкций. Это считалось большой удачей для нас. Мы остро нуждались в новых технологиях. Но это оказалось хорошо расставленной ловушкой. Была одна проблема. То есть в этих технологиях, как бы мы сейчас сказали, были зашиты вот эти ловушки, бэкдоры так называемые. Когда в Тольной технологии использовался какой-то бракованный процесс. Или какой-нибудь технически отсталый процесс. или какой-то сбой, или какой-то баг, говоря современным языком. И здесь Советский Союз тоже, к сожалению, на это попался. И это нанесло определенный технологический ущерб. 20 января 81-го года 40-м президентом США стал Рональд Рейган. Он объявил нашу страну империи зла. И началась очередная экономическая атака против Советского Союза. С одной из главных целей выдавить его с нефтегазового рынка. В первую очередь с нефтяного. И практически лишить валютной выручки. Для этого была придумана хитроумная схема с участием Саудовской Аравии, которой американцы предложили снизить цены на нефть за особую встречную услугу. Американцы практически бесплатно дали саудитам информацию о плановой девальвации доллара. Саудиты воспользовались этим, вышли из девальвированных активов заранее, заработав на этом по тем временам примерно 8 миллиардов долларов. Происходит такая вот финансовая игра с саудитами. Их убедили американцы снизить цены. И рынок ощутил это очень серьезно. Советский Союз значительную сумму потерял буквально за год. С 1985 по 1986 год было падение в несколько раз нефтяных доходов. Мировая цена 10 долларов за баррель стала мощным детонатором подрыва, основанной на нефтедолларах советской экономики. Внешний долг СССР перевалил за 76 миллиардов долларов. И даже срочная продажа части золотого запаса на почти 3,5 миллиарда зеленых не спасла ситуацию. Советскому Союзу нечем было платить за импорт товаров, в том числе и за продовольственное зерно. Полки магазинов стремительно пустили. Была введена талонная система. Усилился спад промышленности и сельского хозяйства. В конце концов нефть и экономика не выдержала удара. Она рухнула, а вслед за ней рассыпалась и основанная на партийном руководстве политическая система, похоронив под собой Советский Союз.